Культ! 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 12 часов и 5 минут в Кирове. Ни одна пятница у нас не обходится без программы Культ поход, которая начинается именно в это мгновение и вас приветствует по традиции Светлана Дождевых и Владимир Сметанин. Да, мы сегодня будем говорить о фестивале современного танца и перформанса Сдвиг. Мы с нетерпением ждем нашу гостю. Это Ирина Брежнева. Традиционно мы ее представляли хореографом театра «Нас с Паской». Может быть, что-то изменилось за этот большой промежуток времени, который мы не виделись с Ириной. Вот сейчас она придет в нашу студию и уточнит, как же правильно ее представлять. Очень интересное мероприятие, которое состоится в нашем городе на следующей неделе. Но пока мы ждем Ирину, мы тут договорились уже немножко обсудить тот культпоход, который мы планируем сделать через неделю, в следующую пятницу, 14-го, получается, апреля. Светлана Дождевых, если кто не в курсе, если кто не знает, это человек, с которым связано очень много культурных проектов, которые реализуются в нашем городе. И вот мы о них и собираемся поподробно поговорить в следующую пятницу. Один из таких проектов – это выставка «Спрятавшиеся церкви вятки» на своей странице ВКонтакте. Светлана активно информирует своих подписчиков, друзей, что это все такое. Давай немножко поговорим об этом. Да, воспользуюсь служебным положением. Я расскажу о своем проекте, на который я с большим удовольствием приглашаю всех желающих, потому что проект проходит в библиотеке имени Грина. Это именно Грина на Карла Маркса, бывшее здание кукольного театра. И туда вход абсолютно свободный, даже не нужно иметь читательский билет. Там очень красивое здание, очень красивая лестница. И вокруг этой парадной лестницы мы повесили выставку, которая называется «Спрятавшиеся церкви вятки». Это фото-выставка, которая представляет объекты дома нашего города, в которых много лет назад, больше века назад, существовали церкви. Не обычные церкви, это домовые церкви, которые находились при разных учреждениях, чаще всего учебных заведениях. Это небольшие, да, по сравнению с традиционными храмами? Ну, как сказать. Или разного формата? Разного формата. Иногда эти церкви были даже больше, чем обычные приходские, отдельно стоящие. Например, церковь афонская, которую называли в народе, или церковь, посвященная иконе Божьей Матери, утолению скорби и печали. Это на Динамовском проезде. Сейчас спортивная школа там находится, и гимнастический зал находится в пространстве этой церкви. Так вот это самое большое пространство церкви, самая большая церковь в начале XX века у нас в Вятке. Они отличались тем, что они всегда являются частью какого-то здания. И они могут каким-то образом выделяться в архитектурном плане или быть абсолютно незаметными. И только куполом сверху обозначено, что вот в этой части здания находится внутри какая-то такая домовая церковь. Это может быть какое-то пристроенное помещение, либо абсолютно встроенное, вписанное в общий ансамбль здание. Да, всё, Владимир, именно так. Например, особняк Прозорова на Красноармейской улице. Хорошо нам известно тоже, как сейчас учебное заведение. Перекрёсток Ленина и Красноармейской. Ленина и Красноармейской, да, Красный замок. И вот на втором этаже два окна с восточной стороны. Это бывшая церковь. И внешне это было обозначено только куполом. Иногда к зданию серьёзный делался пристрой, как, например, к корпусу бывшей сельхозакадемии Паурицкого, 36. Это бывшее духовное училище, построенное ещё в 1834 году. И вот в начале XX века к нему пристраиваться целый такой на три этажа, на три окна, такой достаточно большой объём Софийской церкви, тоже домовой. Вот, интересен проект тем, что мы замечаем пространства, которые когда-то были намолены, очень важные для жителей нашего города. Вот, и они сохранились, потому что приходские церкви, вот из 19 приходских церквей, сохранилось только пять. А домовых церквей у нас было около 17, 16-17, они практически все сохранились. Вот, и единственное только, что мы о них не знаем. Поэтому приходите на выставку. Возрастное ограничение, мы же профессионалы, мы же должны озвучить. Конечно, возрастное ограничение выставки 0+, всех приглашаем. В музее имени Грина, ещё раз напоминаем, да, всё, библиотека, вернее, имени Грина, всё это происходит. Будет приходить, то есть график работы этой выставки, он совпадает с графиком работы самой библиотеки. Можете где-то посмотреть, поинтересоваться и добро пожаловать. Ну что, наши гости у нас в гостях. Мы уже проанонсировали, что мы будем беседовать с Ириной Брежневой. Традиционно мы... Да, добрый день, добрый день, звукорежиссёры. Включите, пожалуйста, в нашей гости микрофон. Так, может быть, он этот микрофон включил, может, сюда попробовать. Давайте. Вот, да, точно, слышь. Да, всё, всё, у нас жёлтенький микрофон. Жёлтенький микрофон, прекрасный весенний цвет. Ирина, мы вас представили по традиции хореографом театра «Наспаска». Может быть, что-то изменилось? Как корректнее сейчас представлять? Ну, наверное, можно оставить и это тоже, да. Хорошо, оставлю. Но, кроме того, если мы сегодня будем разговаривать о фестивале «Сдвиг», то, наверное, можно представить меня ещё и как арт-директора фестиваля «Сдвиг». Всё, отличный хореограф театра «Наспаска» и арт-директор фестиваля «Сдвиг». Фестиваль современного танца и перформанса пройдёт он уже в театре «Наспаска» на следующей неделе. 11 и... 12 апреля, всё верно. Так, огромная подготовка, мы понимаем, предшествовала, да, на протяжении долгих и долгих месяцев. Ну, давайте напомним, что вообще это за явление такое в культурном, в культурной жизни нашего города. Фестиваль «Сдвиг» с 2007 года. С 2007 года, всё верно, да. На базе театра «Наспаска» существовал такой коллектив, проект «Танцевальные миграции». И вот в 2007 году как раз нам исполнилось 5 лет. И мне на тот момент очень хотелось не просто самой выезжать на мастер-классы, фестивали различные, но и привозить в наш город, дабы сформировать сообщество, именно местное сообщество, которое бы понимало и видело то, чем восхищаюсь я. Но вообще восхищаться чем-либо и фанатеть в одиночку неинтересно. Нужна компания. Нужна компания, это однозначно. И поэтому вот такое было, наверное, отчасти, может быть, и очень меркантильной целью привести сюда тех людей, которых я очень уже любила на тот момент, с которыми мы дружили. И так как я много где ездила, были уже хорошие связи, и были различные программы, в которые можно было вписаться и получить грант. И вот первый фестиваль, и второй, собственно говоря, были именно на деньги грантов. И приезжали, конечно, люди не только любители, то есть, точнее говоря, любители там вообще отсутствовали. Это были те имена, которые уже ярко светили именно в этом сообществе современного танца в нашей стране. Вполне себе уже состоявшиеся, профессиональные танцы. Да, абсолютно. Имеющие имена, награды и признания, ну и не только в нашей стране. И здорово было это все привести в наш город. Ну вот с этого как-то и началась история фестиваля. Дальше было много разных трансформаций по той причине, что и финансирование ушло, то, с которым все начиналось. И дальше мы пытались здесь уже все это поддерживать своими силами. Собственно говоря, так происходит и сейчас, но мне очень приятно, например, что вот этот фестиваль 11-12 апреля, он проходит не только при поддержке театра, так как это событие театра, так как мы давно уже считаем этот фестиваль, он принадлежит, то есть мероприятие, полностью отождествляющееся именно с нашим театром. Кроме этого, мы получили финансовую поддержку еще от одного очень крупного информационного такого портала, так скажем, dancerussia.ru, который занимается именно и продвижением, и обучением, образовательной частью. И так как мы тоже давно дружим, совместно участвуем в мероприятиях, вот непосредственно директор этого фестиваля Сергей Анатольевич Печоричкин прямо вот с радостью приедет и оказал нам финансовую поддержку. Поэтому фестиваль именно 11-12 апреля будет, ну, скажем так, масштабнее и крупнее, чем те, которые проходили в последнее время. То есть появилась возможность пригласить именно... То есть вы понарастающие идете, да, можно сказать? Это такая интересная кривая. Когда-то у нас происходит все это активнее, когда-то чуть менее активно, но все время все в движении, все в развитии. Я смотрю, что коллективы представляют достаточно такую большую географию. Москва и Санкт-Петербург, и Нижний Новгород. Насколько знают об этом фестивале вообще на уровне России, да? Об этом фестивале знают, и постепенно информация распространяется. И в этом году мы получили более 100 заявок на фестиваль из других городов именно. И мне очень приятно, что, несмотря на то, что как будто бы наш фестиваль небольшой, потому что он проходит всего лишь два дня, и это всего лишь две программы, это не с утра до вечера просмотр. А для сравнения могут быть неделями длиться фестивали? Фестивали длятся не неделями, они могут длиться чуть больше, чем два дня, может быть, четыре дня, и показы могут проходить не только как вечерняя программа, но и в течение всего дня. Но мы на такое не замахиваемся, потому что важно понимать, что основной зритель, который приходит в театр, это наши, собственно говоря, гировчане все равно. И, соответственно, это вечернее событие, и задача сделать программу максимально разнообразной, максимально интересной, чтобы постепенно приучать людей к чему-то новому и неизвестному. Как вообще вот эти коллективы-то нашлись? Вы клич такой кидали? Ребят, кто хочет приезжать в апреле? Да, да, да. То есть это информация, которая распространялась по каким-то каналам, и действительно у фестиваля есть уже имя, есть группа, есть подписчики, и те, кто непосредственно знакомы со мной и незнакомы, то как бы вот это самое сарафанное радио, которое работает, оно прям работает. А кто занимался отбором номеров, которые войдут вот в эту программу? Потому что я смотрю, где-то, ну, примерно 20, да, где-то было отобрано итоговых работ. По какому принципу? Принцип, очень разный принцип, но для меня вообще занималась этим в основном я, как человек, который все равно формирует лицо, формирует какое-то направление фестиваля, имеет свои цели и задачи фестиваль, как любой фестиваль. Мне интересен танец с его возможностью мыслить, думать и анализировать день сегодняшний. И я понимаю, что да, мы отчасти привыкли к формату, где танец — это всегда виртуозность, виртуозность техническая, эмоциональная, но иногда за этой техникой, эмоциональностью теряется глубина и мысль. И для меня очень важно, чтобы это был баланс. Для меня все-таки танец не является соревнованием. Очень важно сказать про наш фестиваль, что это абсолютно не конкурс. То есть мы никаких мест не раздаем, нет даже приза зрительских симпатий, потому что мне кажется, что это важно. Важно, чтобы человек мог просто свободно выразить свое мнение, показать, как он мыслит, как он думает, свой почерк, свой стиль, не пытаясь быть лучше кого-то. У фестиваля общее возрастное ограничение 12+, мы видим на сайте Театра Наспасской, но при этом разбит фестиваль на два дня. Как мы и сказали, уже 11 и 12 апреля, первый день, 11 число, все-таки будет посвящен подростковым коллективам. Давайте уже об этом поподробнее. Да, давайте. Потому что про 12 число мне хочется говорить много, но на 12 число, к сожалению, нет билетов от слова совсем, но у нас есть один пригласительный специально для вашей передачи. Отлично, да. Мы напоминаем, что мы будем задавать вопросы нашим слушателям. Да, готовьтесь. 11 число. Вот формат именно этого дня интересен тем, что подростковые коллективы, подростковые, мы говорим сейчас, 14+, то есть это реально не начинающие ребята. Это происходит тоже отбор работ, которые работают в направлении современного танца, имеют возможность показать на фестивале свои вот какие-то такие новые премьерные работы или работы, которые были сделаны, но не показаны еще у нас. На одной сцене вместе с профессионалами, с людьми, которые уже имеют, как я говорила, имя, и с работами, которые... То есть по большому шуту на одной площадке собираются те, кто в начале пути, и те, кто уже выбрал этот путь и достаточно твердо, уверенно по нему шагает. Ребята из Москвы, из Челябинска, смотрю, из Нижнего Новгорода будут участвовать в этой программе. Ну и большинство из Кирова, да, все-таки хозяева фестиваля. Вы с кем-то непосредственно, вот из Кировчан, работаете? Да, вообще мы сотрудничаем с множеством коллективов. Больше всего я как педагог и как постановщик работаю с детским театром танца «Сюрприз». И вот именно 12-го числа, во второй день, мы покажем небольшой спектакль, премьерную работу. Но это будет 12-го числа. Но 11-го числа будет тоже много классных, интересных работ, которые, я думаю, стоит посмотреть. Слушайте, будет ли видеосъемка хорошая, чтобы потом в онлайн-пространство это все попало? Те, кто не смогут попасть непосредственно. Придут некоторые классные товарищи, которые проявили интерес к нашему фестивалю, к этой теме. Видео будет. Насколько это будет полная программа, я не знаю, но для своих мы всегда делаем это видео. Вот, поэтому насчет онлайн точно, скорее всего, не будет, но видео можно будет посмотреть. Да, хорошо. Ну и 12-е апреля. День космонавтики, кстати. И не только. Очень много всего 12-го апреля. Вообще так получилось, что 11-е и 12-е апреля, это два дня, которые будет фестиваль, это два дня совпало так в эти даты. 21 год назад вообще появился на сцене театра на Спасской впервые проект миграции. То есть с чего, собственно говоря, мне кажется, изродился танец в театре на Спасской. И это 21 год назад произошло. Мы немножко сами в шоке. Ну, я особенно понимаю, что это было уже так давно. Помнится, когда я приходила в театр, как молодой специалист. Сейчас так. Оп, и 21 год. Интересно, интересно. Как один день, как принято говорить. Как один день. Все верно. И поэтому тоже такая важная дата. И 12-е число. 12-е число – это более камерная работа. И формат, почему билетов уже нет, я скажу. Это не потому, что продан зал 400 мест. Нет. Потому что для меня современный танец – это немножко разговор. Разговор интимный, разговор о чем-то важном и разговор между близкими людьми. И вот это близкое расстояние, уход четвертой стены, и когда зритель может находиться практически в том же пространстве, в котором находятся исполнители, это какая-то важная часть современного танца. Стирание этой дистанции. Возможность говорить шепотом, возможность говорить на полутонах. И чтобы у меня, как у зрителя, была возможность не вещать, а дать вглядеться, вслушаться, всмотреться. Может быть, поначалу я не вижу ничего, но это, знаете, как, например, ты идешь по лесу, просто смотришь на мох, а потом, если ты останавливаешься и начинаешь глядываться, то видишь маленькие цветочки каких-то жучков. То есть вот эта возможность остановиться и всмотреться, она именно происходит на вот таком камерном пространстве. Вот. И поэтому здесь будет ограничение по числу зрителей. Это максимум 90 человек у нас будет. У нас все билеты проданы. И еще огромный лист ожидания людей, которые надеются попасть именно на этот показ, потому что этот формат реально очень удобный и очень какой-то правильный для современного танца. Поэтому рассказывать об этом дне мне хочется много, но как будто бы это травить. Ну, у нас есть еще варианты, в принципе, да. Ну, фестиваль в целом посвящен современному танцу, да. И фестивалю уже 16 лет. Вот за эти 16 лет современный танец претерпел какие-то изменения, вот, может быть, которые вы наблюдаете? Однозначно. Во-первых, об этом явлении стали знать гораздо большее количество человек. Если говорить про то, что происходит в нашем городе, а все равно, так или иначе, фокус внимания нашего фестиваля, он направлен именно на формирование вот этой зрительской аудитории и этого танцевального сообщества в нашем городе. Я могу сказать, что появилось такое количество интересных коллективов. Вырастают люди, пусть это один человек из коллектива, на протяжении, там, 10 лет, который просто заразился этим вирусом современного танца настолько, что он готов начать что-то свое. И вот эти явления за этот большой достаточно период, 20 с лишним лет, они вспыхивают и происходят в разных местах. И я, как человек, который просто искренне и преданно любит то, чем я занимаюсь, я всегда радуюсь каким-то таким новым ярким именам, то есть можно сказать, что я за ними охочусь, даже если это солисты, даже это просто один человек, который не принадлежит никакому коллективу, но просто это яркое явление. Всегда хочется его зацепить и вытащить. И вот с этой целью тоже существует наш фестиваль. Поэтому если вы чувствуете, что вам... То есть опять такое обращение, наверное, к людям, которые занимаются современным танцем, а он очень разный, он далеко не всегда такой прям... То есть вот все, шпагат, колесо. Иногда это что-то минимальное, но при том, при всем, какое-то очень глубокое и честное. То есть язык современного танца, он широк, разнообразен. Очень, а темы, может быть, какие-то темы изменились за 16 лет, вот что волновало 16 лет назад, в основном, да, спектакли, чему были посвящены. И сейчас, может быть, да, получив там 100 заявок, ну вот как-то нарисовалось, что вот сейчас людей волнует именно вот эта тема. Потому что, ну, большинство, например, посвящено именно... Мне кажется, в любом случае человеческие взаимоотношения стоят на первом плане. Я думаю, что и это тоже. Но могу сказать, что если мы говорим про подростковый танец, конечно, это вот все то, чего внутри подростка, внутри его головы, сердца, души происходит. Это, конечно, такой трэш, я бы сказала. Если говорить про танец уже более зрелый, то происходит некое отстранение, и мы можем уже где-то немножко, может быть, более иронично, немножко, может быть, более... Вот эта отстраненность, она иногда помогает для того, чтобы разговаривать о важном. Но вообще разговаривать о событии, находясь внутри событий, достаточно сложно. Как и о любом событии. То есть всегда должна немножко какая-то произойти дистанция, чтобы начать это анализировать и с этим как-то работать. Вот и эта дистанция, она уже у более взрослых людей прослеживается, конечно, явно. Ну и актуальность тем, то есть изменилось время, если мы говорим про сегодняшний день, то реально время очень сильно изменилось. И это два пути. Либо мы находимся в реальности и анализируем происходящее так или иначе, говорим об этом, говорим о какой-то боли, о травмах. Вопрос как тоже, очень такой важный вопрос. Не всегда, чтобы говорить о чем-то болезненном, нужно вообще употреблять это условное слово, да, боль. То есть иногда это совсем другой язык. То есть мне очень нравятся работы, где я просто улыбаюсь на протяжении всей работы, где я даже смеюсь, и в конце я понимаю, боже, как все. Но вот этот перевертыш, он вообще присущ современному искусству, и современный танец не исключение. То есть все зависит очень индивидуально от каждого постановщика, от автора. Очень понятно, что вот есть такая тенденция, да, такое явление, как смерть автора. Когда автор как диктатор уходит, и наступает момент соавторства, когда автор вместе с исполнителями работает над какой-либо темой, и это не его какое-то видение, а он как раз пытается раскрыть видение всех тех людей, которые принимают участие в этой работе. И неважно, подростки это или взрослые люди, у каждого из них есть какие-то вещи, которые их волнуют, и об этих вещах современный танец разговаривает. Я верно понимаю, что вы во второй день 12-го числа тоже будете на сцене? Да. Да? Что это будет? Скажите, пожалуйста. Это какой-то такой важный опыт в жизни моей и Оли, Оли Чаузова. Оля Чаузова, да, это актриса театра на Спасской, человек, с которым, собственно говоря, начиналась миграция. И когда мы поняли, что вот 21 год, 11-12 апреля, все совпало, мы с Олей посмотрели друг на друга и поняли, что, видимо, это время выйти на сцену и сделать что-то такое, чтобы, ну вот, нам... Вообще все, что мы делаем, мы делаем, потому что мы не можем этого не делать. Да. Наверное, это так. Это абсолютно новый номер какой-то? Это, да, небольшой спектакль. Ну, вообще, спектакли в танцевальном мире, они такие вот для меня оптимальное время — это 20-30 минут. То есть такие однократные работы, и то есть на протяжении одного вечера мы можем увидеть несколько работ. И вот такие работы будут не только миниатюры 3-5 минут, но и работы 10 минут, 20, вот такого формата. Вот. И да, наша работа небольшая. Кто-то, может быть, скажет, что она не танцевальная, от слова совсем, но для нас это танец. Какая-то интрига, но билетов уже нет. Но билетов уже нет, да. Ну и работа, вообще, честно говоря, она делалась непосредственно к этому дню, к 12 апреля, и эта работа в таком виде, она больше не будет показана никогда. Ну вот. Ну вот. Общее-то звучание такое, общее-то настроение работы хотя бы какое. Оно радостное, светлое, или вы ностальгируете как-то? Да, мы улыбаемся, шутим, ностальгируем, отмечаем праздники, которые в этот день происходят во всем мире, дни рождения и прочие даты. Вот. А больше я ничего не хочу рассказывать. Хотя я думаю, что вряд ли кто-то из тех людей, которые сейчас нас слушают, успели купить билет на 12 число. Но вот так. Но мы можем разыграть сегодня все-таки один пригласенный билет. Спасибо большое, что все-таки это оставили для наших слушателей, для кого-то, кто ответит правильно на вопрос. Мы скоро начнем, кстати, розыгрыш. Полторы минуты у нас есть еще до рекламной паузы. И с тех артистов, и с тех гостей, которые к нам приедут, есть ли вот прям такие именитые люди, очень известные? 11 апреля, да, на сцене будет дуэт Иван Сачков, Андрей Петрушенков. Это ребята, артисты Гуголь-центра. То есть ребята, которые открывали Авендионский фестиваль в составе именно труппы Кирилла Серебренникова, спектакль «Черный монах». Там очень большая такая масштабная работа, и вот оба эти танцовщика, они были в этом составе. Хочу сказать про них. Второй спектакль большой, интересный, который я увидела на фестивале «Танц-Союз». Это тоже такой был прям самый крупный фестиваль за последнее время в России. Он состоялся в Калуге. То есть 4 дня мы там прям были, тусили, смотрели по 3 работы в день с обсуждениями, с какими-то круглыми столами, питчингами. Работа, которая попала мне прямо и в сердце, и мне очень захотелось показать её у нас в городе. Это работа сейсмозащитного устройства Екатерины Стегней. И вот эти же ребята будут вести лабораторию для тех уже профессиональных танцовщиков, которые записались. И вот у нас 2 дня лаборатория. У нас же фестиваль лаборатории всё-таки. Образовательная часть очень важная. 20 секунд рекламы. Да, мы продолжим ещё. Ну всё. Название-то какое? Сейсмозащитное устройство, да. Ирина Брежнева у нас в гостях. Хореограф театра «Наспаска» и арт-директор фестиваля «Сдвиг». Вопросы мы начнём задавать нашим слушателям после небольшой рекламной паузы. Готовьтесь. Ну, конечно же, мы сейчас посвятим вас в то, какие у нас есть призы сегодня. Светлану, пожалуйста, озвучивай. Мы разыгрываем пригласительные билеты в кинотеатр «Дружба и смена» на любой фильм из Янс. Также у нас есть пригласительные билеты в Вятскую филармонию, на музыкальную сборную России, и Санкт-Петербургский дом музыки, и Вятский губернский симфонический оркестр. Это 14 апреля, 18.30, ограничение 6+. Есть 4 билета на это мероприятие. Также в Вятскую филармонию на песнь «Жизнь моя», исполнитель солистка Вятской филармонии имени Чайковского Ирина Беляева. Событие состоится 21 апреля, 18.30, ограничение 12+. Также есть 4 билета. Пригласительные билеты в театр «Наспаской». На двоих. На спектакле «История одного преступления» завтра уже, 8 апреля, 18.00, ограничение 16+. А также спектакль «Дуэль» 14 апреля, 18.00, ограничение 6+. Мы разыгрываем книги от магазина «Читай город». Терри Аболевич «Сны снежно-ягодника» 16+, Коум Тойби «Волшебник» 18+, Ася Володина «Протагонист» 18+, Александр Соколов «Ученые скрывают мифы 21 века» без возрастных ограничений. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. Есть пригласительные билеты в галерею «Прогресса». Там проходят две выставки. Выставка «Молодого искусства. Мы» 6+, и проект «Севспейс». Также ограничение 6+. Ну и вишенка на торте. Фестиваль «Сдвиг», второй день, 12 апреля. Вы тоже можете попасть, несмотря на то, что все билеты уже раскуплены, как Ирина Брежнева с нами поделилась. Ну что, давайте о задаче у наших слушателей. 211-101, напоминаю, номер прямого эфира. Мы так договорились, что мы будем вопросы задавать в том числе уже по тому, что мы озвучивали уже сегодня. Чтобы сильно не нагружать наших слушателей. На внимание, в общем. Да, да. Вопрос на внимание. В каком году впервые состоялся фестиваль «Сдвиг» и три варианта ответа? Ой, еще и варианты. Без вариантов? Уже без вариантов. Да, мы уже много раз называли. И три варианта ответа без вариантов. В самом начале проговорили уже, да? Каждый день без этих трех. 211-101, будьте нашим первым дозвонившимся, и у вас будет самый большой выбор тех призов, которые у нас сегодня имеются в культпоходе. В каком году состоялся первый фестиваль «Сдвиг»? Но самое интересное для меня, вот эти цифры вообще не подсказка. Я их не держу в голове. Я имею в виду, что даже если у меня есть эта информация... Мы проговаривали в самом начале. Да, да. В общем, больше десяти лет, я сразу уже хочу подсказать. Больше десяти лет назад это было. Звоните 211-101. Ну что, нет желающих у нас? Очень много разогреваем пригласительных. Ну, наверное, сейчас все-таки будем общаться или не будем. Нет. У нас звукорежиссер там пошел что-то еще помогать нашему редактору. Ну хорошо, давайте варианты ответа дадим. Давайте дадим варианты ответа. Пусть это будет, например, 2000... Сейчас сразу. Потому как Ирина будет предлагать варианты ответа, будет сразу понятно, какой ответ верный. Пусть, например, это будет 2007, 2009, 2011. 2007, 2009, 2011. Все с шагом два получилось у нас. Пусть так. 211-101. Я так понимаю, у нас, возможно, какие-то сейчас небольшие нюансы с телефонной связью. Слушайте, я хочу предложить новый ход. Новый ход. Написать. Написать, да, можно. Написать можно. Вот у нас телеграм-канал, радио Кировград. Можно найти его без труда. И вот где последняя запись? А, нет, все-таки там не получится. У нас там комментарии все-таки нет. Давайте будем ждать, да? Все нормально нам показывает? Да, все хорошо. До нас можно дозвониться. 2007, 2009, 2011 у нас варианты были ответа от Ирины Брежневой. В каком же году состоялся первый фестиваль «Сдвиг». Будем принимать звонок? Алло. Не принимаем еще звонок, нам подсказывает звукорежиссер. Немножко зависли. Да, 211-101. Немножко зависли. Есть ли планы, кстати, уже, возможно, с теми артистами, которые приедут, что-то такое сделать совместное? Коллаборация, модное слово, да, сейчас. На будущее какой-то задел, возможно. Очень интересно, да. Во-первых, что вот эти все знакомства, они прорастают в совместные работы с коллективами местными. То есть это еще такая очень важная штука. То есть те гости, которые приезжали на фестивали предыдущие, они уже имеют возможность поработать с местными коллективами, так как наладились хорошие связи и знакомства. И даже мы уже увидим на этом фестивале, условно говоря, плоды этой совместной деятельности творческой. Вообще, насколько охотно сейчас, вот мы говорили, да, про ситуацию с современным танцем, и вы сказали, Ирина, что вас радует, что люди идут, люди приходят, занимаются этим, а молодежь, да. Смотрите, современный танец очень разный. И есть такие прям раскрученные популярные направления, как мы знаем, то есть популярные направления, популярные и на телевидении, больше имеющие отношение к шоу. И есть концептуальный танец. Конечно, наш фестиваль, он поддерживает именно танец, который двигается в эту сторону. Не могу сказать и не хочу говорить, что все это прям какое-то глубоко философское, задумчивое и концептуальное. Нет, но вот эта мысль, оригинальность и какой-то свой способ разговаривать, это на нашем фестивале точно можно встретить. Ну, то есть все-таки современный танец, наверное, для какого-то определенного возраста или... Нет, я бы как раз сказала, что вот этот возраст, даже 12 плюс ограничения, оно очень условное, потому что дети как раз обладают более открытым сознанием, и им проще воспринимать что-то новое, потому что нам сложнее, потому что у нас уже все как бы ящички подписаны. И если я не знаю, в какую коробочку сложить вот этот свой опыт, я иногда просто его выкидываю. Ну, потому что как бы это не подходит ни сюда, ни сюда, ни сюда, ни сюда. Обнуляться пытаетесь. У меня нет оптики для того, чтобы... Забудь все, что было. Да, забудь все, что было, и иди с каким-то таким новым открытым. Как ведь обычно получается, что все мы умеем танцевать, да, так же, как мне недавно тут сообщили, что, оказывается, мы все умеем петь, рисовать, танцевать. Просто мы не раскрыты в этом отношении. А потом нам, да, начинают сообщать, что вот рисовать нужно вот именно так, в таких границах, да, петь нужно по нотам. Вот. И детей, да, там сообщают, как мне, например, когда-то сообщили в 6 лет, да, что не взяв в танцевальный коллектив, сообщили сразу, что у меня и слуха нет, и танцу я не способна. Все. Климо. До свидания. И, а получается, в современный танец потом приходит, и получается наоборот, да, что нужно раскрыть опять, обратно убрать вот эти шаблоны, убрать рамки, границы, и выпустить, да, вот то, что было когда-то в детстве. Вот этот танец интересен мне. Но есть другой танец, который делает всех одинаково техничными, одинаковыми исполнителями, и вот эта индивидуальность, она уходит. Но это на мне интересно. Звонок. Личность педагога тут тоже, я уверен, много значит, конечно. Конечно, конечно. Вот пойдет он, пойдет он, да, решится он, осмелится разрушать рамки, да. Давайте примем все-таки звонок. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Наталья, да, узнаю, по-моему, по голосу, да, наша постоянная слушательница. Итак, 2007, 2009 или 2011? Первый. 2007, да. 2007, абсолютно верно, да. Мы проговаривали это. Поздравляем, Наталья. Что выбираете? Какой приз? Можно, наверное, филармонию на 21 число. Филармония, а у нас есть такой приз? Да, песни «Жизнь моя». А, есть, да. И солистка авиатской филармонии выступает Ирина Геляев. Все отлично, Наталья, поздравляем. Не кладите, пожалуйста, трубку, передаем вас нашему редактору. Увы, только один приз мы успели разыграть. Я прошу прощения, видимо, какие-то там технические нюансы возникли. Спасибо большое нашей гости. Нам пора уже закругляться. Ирина Брежнева, хореограф театра «Наспаска» и арт-директор фестиваля современного танца и перформанса «Сдвиг». Пройдет фестиваль на следующей неделе в театре «Наспаска» 11 и 12 апреля. Взрастное ограничение 12+. Большое событие в мире танца. Спасибо вам. Поздравляем вас за компанию, за интерес и за такой приятный разговор. И с 21-летием миграции. Спасибо, спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok